Всем привет и с наступившим 2021 годом! В эфире 15 выпуск передачи «Время настольного хоккея». В преддверии Нового года не раз ловил себя на мысли, что давно уже так не ждал этого Нового года. И даже не именно праздничных гуляний, а смену этой даты на календаре. 2020 год получился очень тяжелым для многих из нас. Нас организованных настольных хоккеистов и так-то немного, а из-за карантина это число еще заметно сократилось. Я даже начал сомневаться, что традиционный новогодний фестиваль настольного хоккея соберет достаточное число участников. Но, к счастью, нашлись смельчаки, которые 6 января все-таки пришли на турнир. Обо всем по порядку. Сегодня в программе. Новогодний фестиваль настольного хоккея в Петербурге. Турнир череповецких звезд. Интервью с его победителем Егором Зайцевым. 6 января 2021 года на старт вышло 26 участников. Вполне неплохой состав. Чего не случалось даже в более благополучные годы. А ведь историю фестиваль настольного хоккея ведет с 2010 года. Частенько на этих фестивалях появляются игроки, до этого отсутствовавшие длительный период. При этом показывают личный уровень. Так, например, эффектно врывались на высшие ступени федестала в былые годы Антон Киселев и Иван Пекарский. На этот раз заставили вспомнить о себе Руслан Камалов и Вадим Лебедев. Руслан дошел до финала, а Вадим сумел пробиться в главный плей-офф, опередив ряд крепких соперников. Отыграв круговой турнир в двух группах, участники разделились на зоны плей-офф. Игры велись даже не на вылет, а до упора. То есть практически все участники смогли порочувствовать накал борьбы в сериях. Двух нижних плей-офф в серии игрались до двух побед, верхним до трех. В нижнем плей-офф наконец-то разыгрался Аркадий Косарев, проваливший групповую стадию. Косарев прошел Битякова-старшего, но затем уступил в серию Тихомирову-старшему. В итоге пришлось бороться за третье место нижнего плей-оффа. Здесь Аркадий в сухую дважды обыграл Тимофея Кудрявцева. А победителем нижнего плей-оффа стал Андрей Тихомиров, дожавший Игоря Шеликова. В среднем плей-офф подобрался достаточно ровный состав, где каждый из восьми участников мог стать лучшим. Павел Симонов с Никитой Тихомировым не раз сталкивались на турнирах. Павел на этот раз выиграл серию 2-0. С победы над Окуневым начала серию Елена Столярова, но Александр двумя своими победами развернул серию на 180 градусов. Алексей Богомолов не смог остановить Павла Красавина, но затем прошел отца Михаила. Но в серии за пятое место Алексей вынужден был капитулировать Никите Тихомирову. Победителем середнего плей-оффа стал Окунев. Александр в полуфинале обыграл Симонова, а затем в решающей серии Максимова. Бронза взял Красавин, одолевший своего капитана Патеранове Павла Симонова в овертайме заключительного матча. В верхнем плей-офф квартет лидеров группы 1 обыграл весь квартет из группы 2. Ну, я не смог взломать оборону своего воспитанника Павла Федорова, а Олег Саламатов уступил дорогу другу Руслану Камалову. В победах Блинова и Левашова мало кто сомневался. Руслан Камалов при помощи двух овертаймов смог переиграть Левашова, у которого сейчас намного больше игровой практики. Федоров снова, как и на Кубке Белых ночей и на этапе чемпионата Санкт-Петербурга, остался без медалей. Сначала проиграв Блинову, а затем и Левашову. Павел готов к рывку в лидеры, но пока не хватает самой малости. В финале встретились Артем Блинов и Руслан Камалов. Серия раскачивалась как на качелях. Кто Блинов уходил вперед, кто Камалов догонял. Последнее слово осталось за Артемом, который уже побеждал в финалах 18-го и 20-го годов, тем самым отстояв свой титул. После турнира состоялось небольшое застолье. Новый год все-таки. С Новым Годом! Без яркой афиши, почти по-домашнему, прошел уже ставший традиционным новогодний турнир в Череповце, в котором принимали участие все местные звезды. С рассказом об этом турнире его победитель Егор Зайцев. Егор, привет! До нас дошли слухи, что ты выиграл какой-то мега-турнир в родном Череповце, в котором принимали участие даже чемпионы мира. Что это было? Добрый день, Виталий. Добрый день, любители настольного хоккея. Да, на выходных мы сыграли закрытый, уже традиционный новогодний турнир Flora Cup, в котором принимали участие две чемпионки мира, Виктория Городницкая и Ева Озерова. И так получилось, что в данном турнире мне удалось победить. Такого представительного турнира в Череповце, пожалуй, не было уже очень давно. Как бы ты оценил форму своих одноклубников по команде «Ультра Череповец»? Да, действительно, это, наверное, был один из самых сильных турниров за последние лет 10 в Череповце по составу участников. Возможно, сильнее был лишь Кубок Комторга 2012 года. Он тогда еще был этапом Кубка России, и в нем, кстати, тоже принимал участие. Занял тогда, кажется, предпоследнее место из 20 небольших участников. Но уже тогда мог потрепать нервы ветеранов настольного хоккея, которые приезжали к нам в Череповец на этапе Кубка России. Тогда еще лишь мечтал стать частью команды «Ультра Череповец». Сейчас так получилось, что я уже капитан этой команды. Я не могу быть не рад, что удалось собрать весь состав и сыграть полным составом данный турнир. Нынешний уровень игроков всегда может быть лучше, но так как сейчас не проводятся большие турниры, никто не тренируется, да и я не тренируюсь. И в целом есть куда расти, и я считаю это нормальным, потому что особого смысла в тренировках на данном этапе развития настольного хоккея у нас в России я не вижу. Ну, зная твой нынешний уровень, я бы не сказал, что победа была сенсационной. А как тебе? Данная победа для меня также не стала сенсационной, но были несколько факторов, которые могли повлиять на результат. Это то, что, как я уже упоминал, я давно не играл и не тренировался. Второй фактор – это то, что мы играли на белых полянах, на которых я не играл уже почти два года, и поляны были не новые, то есть на них было трудно исполнять выход, и, наверное, главный фактор, который мог повлиять на результат, это то, что мне довольно трудно играть с моими одноклубниками, так как мы довольно хорошо знаем игру друг друга, и поэтому довольно трудно забивать друг другу шайбы. Тем не менее, мне удалось перебрать себя. В плей-офф я встретился как раз, наверное, с двумя самыми неудобными для меня соперниками из команды. Это Александр Озеров, которого я обыграл 3-0 по серии, и Виктория Городницкая, с которой в турнирах я не играл, наверное, очень-очень давно. Наверное, последние матчи турнира у нас были именно в Череповце, с ней серия затянулась до пяти матчей, и выиграл я 3-2. После того, как все ведущие настольные хоккеисты Череповца разъехались по разным городам, как протекает вообще жизнь настольного хоккея в этом городе? После того, как почти все самые сильные игроки Череповца переехали в другие города, настольный хоккей в нашем городе продолжает жить. Александр Ларич проводит сезоны, которые состоят из нескольких турниров, на которые ходят игроки довольно среднего уровня, которые играют просто в свое удовольствие. Также ходят дети лет 10, но, конечно же, прогресса у них нет, так как детей довольно трудно заинтересовать. Да, я сам недавно задумывался, почему я начал немного тренироваться в настольном хоккее, из чего пошел мой прогресс, и я не смог дать ответа на данный вопрос. Я думаю, поэтому довольно трудно заставить детей тренироваться и каким-то образом прогрессировать в нашем увлечении. Ну, Егор, это глубокий философский вопрос. Мне тоже порой непонятно, как люди могут часами собирать и разбирать кубик Рубика. Ну, казалось бы, одни и те же движения, схемы уже запомнены. Куда двигаться дальше? А тем не менее, люди самозабвенно его крутят. Увлечение, любовь. Такова человеческая натура. 11 лет назад, когда ты еще только начинал играть, ты, наверное, с восхищением смотрел на своих нынешних одноклубников. А когда ты почувствовал, что стал своим для них? Да, абсолютно точно. Я 11 лет назад, когда только пришел на мои первые турниры в Череповце, я был в шоке от уровня игры. Не понимал, как мне залетает шайба в ворота. Хотя уже на первом турнире я пробился каким-то образом в плей-офф. Восьмерка он сразу же вылетел от Александра Озерова. Своим для команды, я не знаю конкретного момента, когда я стал своим для команды, мне всегда было удобно общаться с теми людьми, с которыми мы сейчас играем. И проблем с адаптацией вообще не возникало. Ну, еще раз победы. Надеюсь, ты будешь принимать участие в питерских турнирах. До встречи. Спасибо за поздравления. Да, конечно, я буду участвовать в питерских турнирах. И не только участвовать, но и побеждать. Надеюсь, что они в скором будущем вернутся на прежний докоронавирусный уровень. Чтобы настольный хоккей вернулся на прежний докоронавирусный уровень, мы сами должны этого захотеть. Да, во время карантина и самоизоляции у людей пропадает цель, привычный график соревнований. И наступает некоторая апатия. И это, кстати, касается не только настольного хоккея. Но наша игра жива. И от нас зависит, насколько будет насыщенной и продолжительной ее жизнь. Увидимся на турнирах. До встречи. Все зависит от нас самих. Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби Без сомнений встречай повороты судьбы Смысл жизни ищи и в сомнениях любых Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее любви Выбирай только сердцем своим И раскрашивай счастьем своим каждый миг Без боязни напротив течения плыви Пробуй новое светлое, помни, что здесь Всё зависит от нас самих Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам Всё зависит от нас самих Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам Никогда не сдавайся, забудь о ничем И для этого есть сотни тысяч причин Полыхай и искри, словно звёзды в ночи Обязательно птицу мечту распешить получи Доверяй только чувствам своим Оставайся собой, а не кем-то другим Если просят о помощи, то помоги Если силы кончаются, помни, что здесь Всё зависит от нас самих Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам Всё зависит от нас самих Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам Не отдавай свою свободу Не отдавай свою свободу Не отдавай свою свободу Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам